Российский след усмотрели украинские правоохранители в трагедии под Харьковом. Уже почти сутки в Балаклее горит склад боеприпасов, крупнейший в Украине и даже Европе. Здесь хранятся около полутора тысяч тонн артиллерийских и других снарядов. В результате взрывов осколки разлетелись на несколько километров. О причинах инцидента и чем это грозит обороноспособности страны. Светлана Шекера. Все началось ночью, около трех часов. Именно тогда на складе начали взрываться первые боеприпасы. Сдетонировали снаряды крупного калибра. Практически сразу на станции Балаклея остановили движение поездов. Их пустили в объезд. Не пускали и машины. Небо над городом в радиусе 40 километров закрыли для полетов. Утром в Минобороны назвали предварительные причины взрыва в халатность военнослужащих или диверсия. Тем более, что в конце 2015-го уже ловили дроны, которые сбрасывали на склады зажигательные снаряды. Тогда возгорание удалось быстро потушить. Это уже не первый случай проведения диверсии на наших объектах стратегического значения. Еще 15-го года в грудь месяце подобный случай был. Балаклей на этих плотах. Не исключено, говорят в военной прокуратуре, что беспилотники были и в этот раз. Перед выбухом спостерегался гул летального аппарата, схожий на полет беспилотного летального аппарата, после чего в двух местах одного из майданчиков произошли выбухи. Охраняли же склады достаточно хорошо, настаивают в военной прокуратуре. В полдень огнем была объята уже половина территории складов. Отсюда до арсенала около 8 километров. После полудня взрывы участились и грохот из-за той посадки практически не умолкает. Днем в соседний Донец прилетел премьер-министр. Ему докладывают, идет эвакуация. Зона поражения 10 километров. И тут же говорят, уже есть пострадавшая. После обеда интенсивность взрывов по пятибальной шкале уже составляла 3 балла. И пожарные танки смогут зайти на территорию арсенала в ближайшее время. Сегодня есть количество броневанной техники, которая работает на самом арсенале. Понятно, что она тоже имеет соответствующие ограничения по пересурению. Как только появляется возможность локализации, соответствующие службы на этой технике делают добросовестность на свою работу. На складах в Балаклее хранится треть всех боеприпасов украинской армии. Несмотря на ЧП, по мнению министра обороны, эти взрывы не скажутся на обороноспособности страны. Уже вечером военные сообщили, пожар продолжается только в южной части арсенала. На остальной территории огонь утих, но взрывы еще будут продолжаться как минимум неделю. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область.